Благоустройство в этом году широко коснётся Горно-Марийского района Мариэл. Здесь реализуется сразу несколько программ, которые коснутся не только социально-культурных объектов, привлекающих туристов, но и городской инфраструктуры. Отмечу важную роль здесь играет активная позиция местных жителей. В этом убедилась наша съёмочная группа. Свои святые места есть у каждого города, и Казмодемьянск не исключение. Территория у обелиска славы, где увековечена память павшим за родину, как в Великую Отечественную, так и в локальных войнах, пополнится ещё одним монументом. Он будет посвящён ветеранам группы советских войск Германии, которая в этом году отмечает своё 74-летие. Идея нам пришла ещё в 17-м году. С другом мы решили собрать ветеранов ГСВГ и организовать стеллу мемориальную около обелиска славы. Ну вот уже, как бы сказать, в 19-м году мы собрали все ветераны, финансы сложили свои и приобрели стеллу. Это для старых ветеранов память о их службе в Германии и о будущем поколении нашем. Надо добавить, что это первый подобный памятник в нашей республике. Он появился благодаря инициативе самих казмодемьянцев, проходивших службу в Германии. Торжественное открытие памятника состоится уже в это воскресенье 9 июня. На этом энергия жителей правобережья не иссякла. В Казмодемьянске успешно действует программа «Местные инициативы». Касается она и ремонта лестниц, которые соединяют между собой микрорайоны города. Проекты по реконструкции таких важных объектов имеют достаточно громкие названия. «Лестница Казмодемьянска. Ступень между прошлым и будущим» и «Дорога в школу». Поэтому интересы и жителей города, и власти полностью совпали. В этом году эта лестница попала у нас в проект «Местных инициатив». У нас в городе 8 лестниц, всего крупной, по которым проходит большая масса населения, которая связана с нижней исторической частью города, с верхней современной. Эта лестница Крепичево-Дорога, она у нас является одной из двух оставшихся лестниц. В этом году она пропала в программу и предполагается, что она будет заменена на железную, которые у нас по всему городу меняются. Будет она более долговечная, ремонтопригодная. И все лестницы железные у нас хорошо зарекомендовали себе и в летнее, и в зимнее время. Сейчас проходят конкурсные процедуры, а непосредственно сразу после них выигравший подрядчик приступит к работе. Как нас заверили в администрации города, лестница будет полностью заменена на металлическую и сдана в эксплуатацию до сентября этого года. Выполненная из металлоконструкция проста и вместе с тем удобна, и, что самое главное, долговечна. Таким образом, местные инициативы не просто пошли на благо жителей города, но и в перспективе позволят сэкономить час средств городского бюджета.